В эфире программа «Тема в деталях» в студии. Сегодня работаю я, Ольга Максимович. Всем добрый вечер. Гость эфира. Дмитрий Рафаэльевич Кадргулов, первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского областного исполнительного комитета. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня говорим о весенней полевой кампании и давайте подводить итоги. Какими были работы за эти первые полгода в нашем регионе? В первую очередь необходимо отметить, что в области сформирована оптимальная структура посевных площадей, то есть сев тех или иных культур, обусловленным выполнением доведенных планов по производству и темпу роста валовой продукции растеневодства, поставки ее в счет республиканских государственных нужд, обеспечения отрасли животноводства полноценными кормами, предприятия, перерабатывающие отрасли сырьем и специализации хозяйства. Всего в области посеяно 338 тысяч гектаров яровых культур, 120 тысяч гектаров яровые зерновые занимают, картофель 3 тысячи гектаров, 7,5 тысяч гектаров льна, 26,5 тысяч гектаров сахарная свекла, кукуруза на площади 140 тысяч гектаров. Кроме того, проведен сев ярового рапса, овощей, подсолнечка и других культур, которые занимают незначительные площади. Ну и давайте, может быть, проговорим, как прошла весна для Гродницкого региона, как вышли озимы, как прошла посевная, непосредственно посевная, какие были сложности? Природно-климатические условия прошедшей зимы были благоприятными для перезимовки озимых зерновых культуры озимого рапса. В области отмечалась гибель всего лишь 660 гектаров озимых зерновых культур и 130 гектаров озимого рапса. В настоящее время посевы озимых в хорошем состоянии, они подкормлены азотными удобрениями, микроэлементами, проведены необходимые защитные мероприятия от болезней у вредителей. Если говорить о весенней посевной, то в первую очередь хотел бы отметить, что перед ее началом комитетом были определены задачи перед аграриями области по целенаправленной работе по удержанию влаги в почве. Сегодня мы видим, что влага является одним из лимитирующих факторов повышения урожайности средственных культур. И в этом году, особенно в марте-апреле, месяц и недостаток был влаги очень ощутим. Первыми в весеннюю посевную в конце первой декады марта включились средственные организации Лицкого района, Щучинского, Гродненского и Вороновского районов. В целом по области массовый сев ранних зерновых и зерновых культур завершили 10 апреля. В разрезе зерновых культурной большие площади отведены под ячмень более 66 тысяч гектаров, в том числе 8,5 тысяч – это пивоваренный ячмень, 23,5 тысячи гектаров пшеница, 15,2 тысячи гектаров зернобобовой культуры, 12 тысяч гектаров овса. Кроме того, посеяно 34,5 тысячи гектаров кукурузы на зерно, 4,6 тысячи гектаров гречихи и около 1000 гектаров проса. А если говорить, например, о такой культуре, как лен, какое внимание в нашем регионе? И, наверное, будем заглядывать уже в будущее, как будет налажена переработка, как налажена в целом переработка этой культуры в нашем регионе? В производстве продукции растеневодства в Гродинской области леноводство занимает один из важнейших приоритетов. В области создана единая система управления леноводческой отраслью под руководством управляющей компанией «Холдинг» Гроднообласть «Хосттехника», которая позволяет скоординировать работу ленопроизводительных переработчиков на всех этапах – от поля до выхода готовой продукции. Общая площадь льна составляет 7460 гектаров, в том числе 7200 – это лен-долгунец и 260 гектаров – это лен-масличный. Возделыванием льна в 2020 году занимается 16 леносеющих организаций, расположенных в пяти районах Гродинской области. Это Дятловский район, это Слонимский, Лицкий, Новогрудский и Карелические регионы. Если говорить о сложности льна, то она заключается в том, что лен – высокотехнологичная сельскохозяйственная культура, которая строго-остро реагирует на агрохимический состав почвы, предшественник, место всеоборотия, от погодных условий много чего зависит. При несоблюдении хотя бы одного из элементов технологий негативно сказывается на качестве продукции в целом. Для этого работа леносеющих организаций нацелена на строгое соблюдение технологий возделывания и уборки льна в соответствии с регламентом. Что касается переработки, то переработкой у нас в области занимаются два льнозавода. Это Дворецкий льнозавод Дятловского района и Кареличий лен Карелического района. То есть на месте? Да. Ну, мы с вами вспомнили о зерновых, яровые, зимы. Мы с вами проговорили стратегическую культуру о льне. Ну и давайте будем говорить и о такой важной культуре, как картофель. Если говорить о планах на этот год, то по региону, какие площади, может быть, мы проговорим с вами чей или откуда посадочный материал или это вся местная селекция? В этом году в хозяйство Гродницкой области под картофель занято 3000 гектаров. Самые большие площади заняты в Вороновском районе, 505 гектаров. Среди сельскохозяйственных организаций, это Азот Агро-Ивевского района, там площадь посадки занимает 300 гектаров. На посадку наше хозяйство используют в основном семена собственного производства, а также покупают элитные семена в элитпроизводящих организациях. В области размножения элитных клубней занимаются 4 элитхоза нашей области, а также Гродницкий зональный институт растеневодства над Беларуси, в городе Щучине, и Новогрудский государственный аграрный колледж. В ассортименте высаженных семян картофеля сорта белорусской селекции занимают более 90%. То есть это все наши. Все тоже наши местные. Ну а если говорить о сахарной свекле, всегда этот вопрос мы выделяем отдельно. Какие виды на урожай в этом году, какие площади? Площади сахарной свеклы в 2020 году сократились до 26,5 тысяч гектаров или на 16%. В 2019 году площадь сахарной свеклы была на уровне 32 тысяч гектаров. Почему мы уменьшили эту площадь? Мы рекомендовали сельскохозяйственным организациям, у которых не получалось ее возделывать рентабельно, чтобы они в этом году ее не выращивали. Поэтому определились с площадью 26,5 тысяч гектаров. Севсвеклы проведен в оптимальные сроки, обеспечен требуемый уровень ее минерального питания, проводятся защитные мероприятия против сорной растительности. Всего в области планируется получить 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы, которая будет поставляться на все 4 комбината республики. Из данного объема 960 тысяч тонн будет поставлено в счет государственных и республиканских нужд. Ну а если говорить о масляничных культурах, прошла информация, что в этом году аграрии как-то более пристально обратили внимание на такую культуру, как подсолнечник. В связи с чем? Да, действительно, аграрии экспериментируют, постоянно испытывают на своих полях новые культуры, к которым относится и подсолнечник. Однако для того, чтобы успешно заниматься производством новых культур, необходимо оттачивать технологию. Что касается подсолнечника, то он выращивался и ранее, но данные площади были незначительными. Учитывая положительный опыт прошлых лет в сельскоязычных организациях, которые ранее занимались подсолнечником, в этом году кулисным способом в 11 районах был посеян подсолнечник на площади 4300 гектаров, но в смеси с кукурозой. Данная площадь будет использоваться на кормовые цели для приготовления силоса и потом в последующем скармливания крупнорогатому скоту. Также в чистом виде подсолнечник посеян на площади 350 гектаров, 120 гектаров в Гродненском районе и 230 гектаров в Щучинском районе. То есть я правильно услышала, что это цели кормовые, никак не производственные, ни для переработки, ни для поставки в торговую сеть? Сначала мы попробуем обеспечить отрасль животного с тополноценными кормами. Ну а если говорить, Дмитрий Рафаэльевич, об овощах, о витаминном урожае или оборужае витаминов, то как сейчас в регионе поставлена эта работа? Все ли культуры уже посажены? Может быть какие-то объемы мы приведем? Сразу скажу, что основная часть овощей открытого грунта в области производится фермерскими хозяйствами. В сельскохозяйственных организациях овощи возделываются в незначительных объемах на площади 350-360 гектаров и они сосредоточены в Гродненском и Лицком районах. Традиционно мы выращиваем капусту, лук, свеклу, морковь, в небольших количествах томаты и угрец. Кроме того, сельскохозяйственный производственный кооператив Денщуково Гродненского района возделывает зеленый горошек для нашего Гродненского консервного завода. А если говорить о фермерских хозяйствах в целом, сколько таких в Гродненском регионе? И может быть вы расскажете об их вкладе, процентном соотношении и вкладе в растеневодство, если мы оцениваем этот вид деятельности в целом по ОПК региона? Хочется отметить, что если в 2010 году сельскохозяйственным производством занимались 306 крестьянских фермерских хозяйств, то уже в 2020 году эта цифра приближается к 380. Животноводством фермерские хозяйства практически не занимаются. Вместе с тем в производстве растеневодческой продукции их роль постепенно возрастает. В 2019 году ими получено 33 тысячи тонн зерна, 25,5 тысяч тонн сахарной свеклы, 54 тысячи тонн картофеля, 30 тысяч тонн овощей, 5 тысяч тонн плодовой и ягодной продукции. Доля фермеров в суммарном производстве зерна составляет 2,5%, сахарной свеклы 1,5%, картофеля 33%, овощей 45% и плодов и ягод 19%. Я правильно услышала, что животноводческое направление пока не востребовано фермерами нашего региона, в основном занимаются они растеневодством. Совершенно верно, в основном занимаются растеневодством. Есть единичные фермеры в Лицском районе, в Сморгонском районе, которые занимаются животноводством. Но это единицы. А может быть из переведенных выше Вы называли традиционные овощи, виды овощей, традиционные культуры. А может быть кто-то из хозяй занимается каким-нибудь экзотическим направлением или не таким характерным для нашей Беларуси и Границкого региона? Ну, например, Свислочский район не заложили, фермерское хозяйство заложило фундук. А что касательно овощехранилищ или фруктохранилищ, там запасы еще есть? Вообще реализация плода овощной продукции производится как во время уборки в летний-осенний период, так и в период хранения. Всехсвязательные организации области обладают достаточным количеством хранилищ для закладки ее на хранение. Для обеспечения вообще потребности населения в межсезонный период с 15 ноября по 31 мая, согласно решению БУСПОКОМа, закладывается данная продукция в стабилизационные фонды. И в последующем реализуется организацией и торговлей, согласно утвержденных графиков. В межсезонный период 2019-2020 годов было заложено 2,8 тысяч тонн картофеля, 4,9 тысяч тонн овощей, 2,5 тысяч тонн плодов и ягод. В настоящее время для обеспечения организаций торговли в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в области имеется достаточное количество овощей. Ну и может быть забегая вперед, какие виды на урожай, если мы говорим о зерновых культурах? Или в этой связи давайте вспомним объемы госзаказа. Что касается госзаказа, то зерно госзаказа мы поставляем как на комбинаты хлевопродуктов Гродненской области, так и на комбинаты других областей. В этом году объем составляет 60 тысяч 300 тонн по 20 тысяч тонн на агрокомбинат Скидельский и Сморгонский комбинат хлевопродуктов. И 20 тысяч 300 тонн мы будем поставлять впервые в Витебскую область на Витебский масло-жировой астракционный завод. Ну и если говорить о продолжающейся агрокомпании, да, уже лето, шестой месяц, а какие сейчас работы продолжаются в регионе, чем занимаются в районах? В настоящее время основными задачами аграриев является обеспечение ухода за посевами и заготовка отрывных кормов с трав первого коса. Так проводятся работы по подкормке культур азотом и микроудобрениями, химической защите посевов от сорняков, вредителей и болезней. Набрала обороты компания по заготовке кормов. Всего скошена четверть площадей трав первого коса. Активно ведется заготовка сенажа. Заготовлено более 53 тысяч силоса из зеленой массы азимых культур, 270 тысяч тонн сенажа, в том числе 13 тысяч по прогрессивным технологиям с оборачиванием стрич-пленку. Всего с первого коса трав планируется заготовить 1,2 миллиона тонн сенажа или около половины его годовой потребности. А если говорить о зеленых кормах, вот эта непростая зима, засушливая начало весны, каковы качества, качественные характеристики этих зеленых кормов? Удастся ли выполнить все параметры? Немножко, конечно, было отставание в середине весны по отрастанию многолетних трав. Но благодаря тому, что прошли эти дождики, в принципе, трава стала отрастать. И я думаю, что мы будем с кормами. Ну что ж, будем завершать эфир сегодня. Вам огромное спасибо за интересную беседу. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин